Добрый день! Сегодня мы прочитаем и разберем учебный текст, который называется Трудные вопросы. И это не обычный текст, это песня, которая написана Леонидом Штейнбергом из Решун Лициона, Израиль. И эта песня участвовала в поэтическом конкурсе на нашем канале. И эта песня одна из победительниц, точнее автор ее, один из победителей. По условиям конкурса песни должны были быть написаны так, чтобы их легко было использовать в качестве учебного материала. И также по условиям конкурса песни написаны по мотиву, буквально по музыкальному мотиву, песни из кинофильма «Дети капитана Гранта», чтобы можно было их еще и спеть при желании для тех, кто умеет петь в отличие от меня. Материал предназначен для изучающих иврит на продвинутом уровне. Я сначала прочитаю каждый кусочек, а потом прочитаю песню целиком. Мы разберем. На иврите песня называется «Шилот Кашот». Трудные вопросы. Тальмидим Баим Элай Шуалиму Ти Улай Ученики приходят ко мне, спрашивают меня «Может быть». И дальше мы продолжим, но я небольшие здесь комментарии мои позволю себе. Слово Элай. Обратите внимание, автор написал с одной буквой «Ют». И это нормально, это правильно, возможно, большинство так пишет. Но в последнее время есть тенденция писать слово Элай с двумя буквами «Ют». Или, например, если бы было написано «Алай». Это не то, что я исправляю, я просто говорю. Слово «Алай» обо мне тоже часто пишут с двумя буквами «Ют», чтобы легче было прочитать. Почему? Если мы напишем с одной буквой «Ют», то это слово можно прочитать как «Элли». «Элли» – это имя. Или «Элли» – мой бог. Тоже так можно прочитать. Чтобы легче было, еще раз, чтобы было понятно, что это «Элай», можно написать две буквы «Ют». Но это ни в коем случае не придирка, это не ошибка. «Элай» с одной буквой «Ют» – это тоже нормально и тоже правильно. В отличие, например, от слова «УЛАЙ», где пишут одну букву «Ют», потому что не перепутаешь. Нет необходимости здесь писать две буквы «Ют». Итак, «УЛАЙ ТЫ НАСЕ ЛАЗБИР ЛЕКУЛАМ». «Может быть, ты сможешь» «Объяснить всем» «ЭХЛИ ВНОТ ПО БАЙТХАДАШ» «Как построить здесь новый дом» «ЛЯЦЛИАХ КАНИДРАШ» «ПРЕУСПЕТЬ» «ЛЯЦЛИАХ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА» «ПРЕУСПЕТЬ КАНИДРАШ» «Как…» Дословно у нас получается «как требуется», а по смыслу мы переведем «как следует». И мы к этому слову чуть позже еще вернемся. «ВЭЛЕЛЬМОТ» – это «САФА КАМУВАН». И изучить этот язык, имеется в виду иврит, «КАМУВАН». И мы переведем «КАМУВАН» как «САМО СОБОЙ». И обратите внимание, что мы здесь замечаем в этом тексте. У нас, даже не назовем это приставка, а служебная какая-то частица, частица «КЕ», которая может считаться в некоторых случаях как «КИ», в некоторых случаях как «КА». В данном случае мы прочитаем ее как «КА». И почему? Обратите внимание, «КАНИДРАЖ», «КАМУВАН». В случае, если вот эта частица является частью устойчивого словосочетания, то есть мы не переводим это как «КЕ НИДРАЖ», «Как требуется кем-то», то есть не в буквальном смысле мы понимаем, как кто-то требует, а это некое такое словосочетание, которое мы переведем условно, как положено, как нужно. И вот в этом случае у нас частица будет читаться как «КА». Так же, как в слове «КАМУВАН», «САМО СОБОЙ». То есть «КАМУВАН» это не «Как понятно», а «САМО СОБОЙ». «САМО СОБОЙ», «Разумеется». Примерно так. «МААГИД», «Что я скажу?» «ЗЭЛО ПАШУТ», «Это непросто». «МААМАЦ ВЕ САВЛАНУТ». «МААМАЦ» – это «УСИЛИЕ». Тот же корень, например, что в слове «АМИЦ». «АМИЦ» – это «СМЕЛОЙ», «ОТВАЖНЫЙ». «МААМАЦ» – «УСИЛИЕ». «САВЛАНУТ» – это «ТЕРПЕНИЕ». «ТЕРПЕНИЕ». «ТО ЕСТЬ УСИЛИЕ». «НУЖНО ПРИЛОЖИТЬ УСИЛИЕ» «И ТЕРПЕНИЕ». «НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО», «НЕ ВСЁ ТАК БЫСТРО». «АХ, БАСОВ, БАСОВ, РУБАМ МИСТА ДРИМ». «НО» «И ЗДЕСЬ, КОНЕЧНО, ПО СМЫСЛУ «СОВ, СОВ, СОВ». «В КОНЦЕ КОНЦОВ». «НО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В РИТМ, ЧТОБЫ ВЫДЕРЖАТЬ РИТМ СТИХОТОВОРЕНИЯ, АВТОР ВЫБРАЛ ТАКОЙ ВАРИАНТ «БАСОВ, БАСОВ». «И ЭТО ДОСЛОВНО ПОЛУЧАЕТСЯ КАК В КОНЦЕ, В КОНЦЕ». «ЧТО ТОЖЕ ПО СМЫСЛУ ОЧЕНЬ ДАЖЕ ХОРОШО ЗДЕСЬ ВПИСАЛОСЬ». Но имейте в виду, что когда мы будем просто общаться друг с другом, в конце концов мы будем говорить «СОВ, СОВ». «БАСОВ, БАСОВ» – это в самом-самом конце. Примерно так по смыслу. И в иврите допускаются удвоенные слова «ТОВ, ТОВ», так же, как в русском языке. Например, «Почистить что-то хорошо, хорошо, тщательно, тщательно». То есть иногда мы удваиваем слова, и в иврите тоже есть такая возможность. И здесь автор нам показывает, что этот прием можно использовать. В конце, в конце, в конце концов, «РУБАМ» от слова «РОВ». «РОВ» – это «БОЛЬШЕНСТВО». «РУБАМ» – как бы «ИХ БОЛЬШЕНСТВО». «ИХ БОЛЬШЕНСТВО», то есть «БОЛЬШЕНСТВО». «БОЛЬШЕНСТВО» – МИСТА ДРИМ. «МИСТА ДРИМ» – справляются от слова «СЭДЕР». «СЭДЕР» – это «ПОРЯДОК». «МИСТА ДЕР» – это «САМ СЕБЕ ДЕЛАЕТ ПОРЯДОК», «УСТРАИВАЕТСЯ», «ПРИВОДИТСЯ В ПОРЯДОК». «Все…» «БОЛЬШЕНСТВО из них будут в порядке, устроятся». «КОР КЛАВИМ» – здесь «СМЕХУТ» – словосочетание. «КОР» – это «ХОЛОД», «КЛАВИМ» – это «СОБАКИ». В словосочетаниях такого типа, в «СМЕХУТАХ», второе слово – это «УСЛОВНО-ПрИЛАГАТЕЛЬНОЕ». «ХОЛОД СОБАК» – мы переведем как «СОБАЧИЙ ХОЛОД». «ШАРАВ» – это «ЗНОЙ», то, что бывает летом, на самом деле не только летом, но просто зимой нам это не мешает, наоборот. Когда воздух из горячего региона вдруг приходит, и безветрия – это «ШАРАВ», «ЗНОЙ», «ШАРАВ ШЕЛЬ ЭШ». И обратите внимание, стихотворение выдержано в высоком стиле, при этом все понятно. И в высоком стиле допускаются тоже вот такие вот интересные словосочетания. Можно было бы сказать «ШАРАВ ЭШ», «ШАРАВ ЭШ», то есть без слова «ШЕЛЬ» или со словом «ШЕЛЬ». Нам может показаться, что это простовато слишком, что это простой иврит, так только новые репатрианты вначале говорят. А как раз в высоком стиле это очень хорошо все вписывается, в том числе. Это нормально даже для высокого стиля, поэтому никаких проблем у нас нет вот с таким выражением. И в обычной речи, и в высоком стиле. ЗНОЙ ОГНЯ. А по смыслу мы переведем это как ОГНЕННЫЙ ЗНОЙ. И обращаем внимание, в слове «КИДАЙ» здесь буква «АЛЕФ». Я прочитал «КИДАЙ». Если мы забыли написать букву «АЛЕФ», то это слово «КИДЕЙ». И это совсем другое слово «ЧТОБЫ». «КИДЕЙ», чтобы «ЛОКИДЕЙ ЛИТЬ ЯЕШ» у нас получится «Не чтобы отчаиваться». Смысл поменялся не совсем правильно, поэтому обращаю ваше внимание, насколько важно не путать эти слова, которые пишутся похоже и звучат похоже. «КИДЕЙ» имеет смысл «СТОИТ», рекомендуется, и «КИДЕЙ» это «ЧТОБЫ», без буквы «АЛЕФ». «ВЕАХАИМ ИЮ НЕГЭДАРИМ». И «ЖИЗНЬ» будет «НЕГЭДАР» это «РОСКОШНЫЙ». Например, «ПРИГАДАР» цитрусовый. Мы дословно переведем как «РОСКОШНЫЙ ПЛОД», какой-то «ОСОБЫЙ ПЛОД». «НЕГЭДАР» это «ЗАМЕЧАТЕЛЬНО», «РОСКОШНО», примерно так переводится это слово. И «ЖИЗНЬ» на всякий случай, у нас материал для продвинутых, тем не менее, обратим внимание, что «ХАИМ» это слово во множественном числе мужского рода. И «ХАИМ ИЮ НЕГЭДАРИМ», то есть «НЕГЭДАРИМ» это прилагательное, которое относится к слову «ХАИМ», и «ЖИЗНЬ» будет «ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ». А дословно получается как бы «ЖИЗНИ» будут «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ». И глагол, соответственно, здесь тоже во множественном числе, потому что «ХАИМ» в иврите это «ОНИ», множественное число. И здесь у нас один из этих куплетов, это должен быть припев. ТЕХАЙХУ ТИЦХАКУ ЗЕБЕСЭДЕР ЦОХАКИМ АФИЛУ КШЕБА ЛИВКУТ ТЕХАЙХУ УЛЫБАЙТЕСЬ или УЛЫБНИТЕСЬ ТИЦХАКУ СМЕЙТЕСЬ ЗЕБЕСЭДЕР – это хорошо, это нормально, все хорошо. ЦОХАКИМ АФИЛУ СМЕЮТСЯ ДАЖЕ КШЕБА ЛИВКУТ – КОГДА ХОЧЕТСЯ ПЛАКАТЬ. Слово «БА» используется в значении «ХОЧЕТСЯ». КШЕБА ЛИВКУТ – КОГДА ХОЧЕТСЯ ПЛАКАТЬ. «ТЕФАЗРУ» – это «СИМХА ЛЕХОЛЬ ЭВЕР». «РАЗБРОСАЙТЕ ТЕФАЗРУ» – ГЛАГОЛ «МЕФАЗЕР». Я привык глаголы запоминать в настоящем времени. «МЕФАЗЕР» – это «РАЗБРАСЫВАЕТ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ» или «ПОКРЫВАЕТ РАВНОМЕРНО СЛОЕМ КАКУЮ-ТО ТЕРИТОРИЮ». И, например, «СОЛЬЮ ПОСЫПАЕТ» – тоже можно использовать это слово. Когда мы что-то посыпаем сахаром, неважно чем, торт, например, мы посыпаем. Этот же глагол можно использовать. «ТЕФАЗРУ» – это «СИМХА». «РАЗБРОСАЙТЕ», «РАЗБРОСАЙТЕ», «РАЗБРАСИПТЕ». «Как красиво сказано». «РАЗБРАСИПТЕ РАДОСТЬ», «ПОСЫПТЕ РАДОСТЬЮ». «ЛИХОЛЬ ЭВЕР» – «РАЗБРОСАЙТЕ РАДОСТЬ В КАЖДУЮ СТОРОНУ». «ЭВЕР» в языке высокого стиля используется как сторона. И в словосочетаниях, которые используются не только в высоком стиле, используются как сторона. «ЛИХОЛЬ ЭВЕР» – «В КАЖДУЮ СТОРОНУ». По смыслу «Во все стороны». Обратите внимание еще. Автор, который, скорее всего, учил иврит лет 30 назад, начал учить иврит, он пишет «ЛЕ КУЛЬ ЭВЕР», пишет без буквы «ВАВ». И я так пишу, я так привык, потому что раньше так писали. А последние, там, я не знаю, сколько лет, появилась тенденция, и я не буду сейчас об этом говорить. Академия наук иногда новшествами своими или какими-то пожеланиями только вносит дополнительные сложности, вместо того, чтобы упростить. Но последнее время появилась тенденция, что слово «КОЛЬ», если к нему прибавляется еще какая-то однобуквенная часть речи, например, «АКОЛЬ» – определенный артикль, или «БЕХОЛЬ», «ЛЕХОЛЬ», то мы напишем с буквой «ВАВ». Но это ни в коем случае не ошибка, кто привык писать без «ВАВ», пишет без «ВАВ», нет никаких проблем. Лучше бы даже писали бы всегда без «ВАВ», чтобы нас это не путало, все эти некоторые новшества, которые по-разному, то есть дополнительно все усложняют. Извините, я отвлекся. «ВАВ» – это «УЛЕТАЕТ», «ВЫЛЕТАЕТ», а в обычном языке «АВ», «ЛАУФ», «ЛЯИФ» – это еще и «отшвырнуть», как бы улетел за ненадобностью. И здесь тоже намек на это. «ЯУФУ» будут отброшены, улетят и полетят во все стороны неприятности. «ЦАРА» – это неприятность, а «ЦАРОТ» – неприятности. А теперь я прочитаю все стихотворение. Спеть, к сожалению, я не могу. «ТЕЛМИДИМ БАИМ ЭЛЛАЙ, ШООЛИМ ОТИ, ОЛЛАЙ, ТЕНАССА ЛАСБИР ЛКУЛАМ, ИХ ЛИБНОТ ПО БИТ ХДАШ, ЛАЦЛИХ КНДРАШ, ВЛЕЛМОД ЭТЬ ХСЕПА, КМОВЕНН. «МА ЭГИД» – ЗЕЛО ПЕШУТ, МАЭМАЦ ВЕСОВЛЕНОТ, «АХ БАСОВ БАСОВ, РОБАМ МЕСТАДРИМ, КОРК КЛОВИМ, ШАРАВ СЕЛ АШ, ЛО КДДАЙ ЛИТЬЯЭЭШ, ВАХАИМ МИЮ НАДАРИМ». «ТЕХייכו, ТИЦחיקו, ЗЕ БЕСЕДЕР, ЦОХАКИМ ЭПИЛО КШЕБА, ЛЕВКОТ, ТЕФАЗРУ ЭТ АССИМЕХА, ЛЕХОЛ АВЕР, ВЕЙАУФУ ЛЕХОЛ АВЕР, АЦАРОТ. БОЛЬШОЕ СПАСИБО АВТОРУ ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ, СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ, С ВАМИ БЫЛ МАРК ХАРАХ, ЛЕЙТРАУТ, ДО СВИДАНЯ.